Нам в городской совет обратились жители улицы Большой Диевской, А4, о том, что на протяжении длительного времени у них проживает некая гражданка образно Рукояткина, которая скапливает мусор у себя в квартире. Кроме того, женщина имеет колоссальные долги по задолженности перед различными коммунальными службами. В квартире отключена электроэнергия, подача газа. Оставили мы ей только воду для того, чтобы она пыталась каким-то образом вести свою жизнедеятельность. Но, тем не менее, думаю, все журналисты обратили внимание, что продукты жизнедеятельности почему-то оказывались у нее на полу, а унитаза и ванны у нее тоже нет. К нами было принято решение, поскольку квартира является коммунальной собственностью, освободить жителей от этого ужаса. Сегодня с нашими коммунальными предприятиями мы приехали и сейчас продолжаются работы. Ориентировочно мы где-то планируем, вы видели там трехкомнатная квартира полностью заваленная до потолка. Ориентировочный объем мусора это где-то будет порядка 7-8 КАМАЗов или КРАЗов. Планируем сегодня до конца дня все работы закончить. Также женщина обратилась к сотрудникам полиции о том, что неустановленные лица из ее квартиры похищают мусор. Ну, сотрудники полиции приехали, увидели, что там на самом деле происходит. Несколько были шокированы и иритировались. Она сожительствует с каким-то подозрительным мужчиной, у нее большое количество долгов, может быть, рассматривается вариант, с учетом того, что она накопила огромное количество долгов, а дом еще ко всему кошмару является ее СМД, хотя квартира коммунальная. То есть и часть долгов совершенно очевидно распространяется на остальных жителей. Поэтому я думаю, мы этим вопросом займемся на следующей неделе. Может быть, с трехкомнатной квартиры данную гражданку мы переселим в какую-нибудь однокомнатную. На сегодняшний день в городе Днепр таких обитателей квартир, которые скапливают твердые бытовые отходы, они нам практически все известны. Их сегодня 19 человек. Как правило, все они имеют психические расстройства. То есть это действительно психическое заболевание. Думаю, вы можете взять комментарии у профильных специалистов, они в этом подтвердят. Одну из женщин в прошлом году все-таки было принято решение госпитализировать, поскольку она являлась, врачи посчитали ее социально опасной, и она была направлена на принудительное психиатрическое лечение. Но, как правило, это полумеры. И для решения таких вещей, я считаю, единственный вопрос – это решение подобных проблем исключительно на законодательном уровне. Поскольку жители квартиры, которые напротив, то есть вы можете себе представить, 20 лет, когда заходишь даже в перегородку, в Тамбор, то есть там невозможно находиться больше двух минут, а люди с ней жили 20 лет. И юридически правильного варианта решения этой проблемы его не существует. То есть, по большому счету, для того, чтобы освободить людей от подобного кошмара, приходится идти на какие-то нарушения закона. То есть, ну, проще всего людям сказать, вы знаете, а мы ничего не можем сделать, у нее квартира закрыта, а нам надо решение суда, а решение суда никто никогда не даст, и люди десятилетиями продолжают жить в этих проблемах. Как правило, все эти известные адреса мы посещаем не менее одного раза в год, и не менее одного раза в год мы проводим подобные санитарные уборки, поскольку жители даже после вывоза все равно продолжают накапливать этот мусор, они продолжают опустошать все мусорные баки и все нести к себе домой. Но, как правило, на второй и третий раз они ведут себя уже более лояльно, а некоторые даже не звонят в полицию.